Это было в 1820 году. 14-летний подросток Иосиф Смит пошел в рощу неподалеку от дома, чтобы помолиться. В молитве он просил Бога вразумить его, в какую церковь ему следует ходить. По словам мальчика, он имел видение, в котором ему явились одновременно Бог-Отец и Бог-Сын. Они сказали, что догматы всех христианских церквей для них омерзительны, а их прихожане сплошь безнравственны и лицемерны. Так начинает свою официальную историю церковь Иисуса Христа в святых последних дней, более известная как мормоны. Сами мормоны, безусловно, верят в правдивость этого рассказа. Однако миллионы христиан не принимают его всерьез. Как же на самом деле зародился мормонизм? Каковы реальные факты? О них мы узнаем, прослушав беседу на тему «Христианство и религия мормонов». В нашей беседе мы поговорим об истории мормонов, об их учениях и пророчествах, попытаемся выяснить, насколько основательны их притязания на истину. Мы рассмотрим методы их миссионерской деятельности и дадим рекомендации о том, как проповедовать мормонам Слово Божие. Вначале факты из истории мормонизма. Основателем церкви мормонов, деятельность которой в первые годы ее существования охватывала значительную часть территории США, был Иосиф Смит-младший. Это ему в возрасте 14 лет якобы явились бог-отец и бог-сын. Иосиф Смит родился в 1805 году в местечке Шарон, штат Вермонт. Позже его семья переехала в город Палмиру, на западе штата Нью-Йорк, где якобы состоялась в 1820 году беседа юноши с двумя божественными личностями. В 1827 году там же в Палмире Смит объявил о восстановлении им истинного Евангелия. Мормоны перебрались в город Кертленд, штат Огайо, где основали общину и построили большой храм. Миссионеры церкви проникли на запад до города Индепенденс, в штате Миссури. В то время там проходила граница Соединенных Штатов. Оттуда последователи Иосифа Смита добрались до местечка Фар-Вест, что на северо-западе Миссури, но вскоре были изгнаны за пределы штата. С тех пор и вплоть до кончины Смита в 1844 году центром мормонизма был город Наву в штате Иллинойс. Впоследствии, двигаясь дальше на запад через штат Айова, мормоны пересекли скалистые горы и окончательно обосновались в штате Юта. Постепенно там возникла целая империя мормонов, которая стала пользоваться большим влиянием в американском обществе. Родители Иосифа переехали в Палмиру в 1816 году, когда мальчику было 10 лет. По словам самого Иосифа Смита, именно в 1820 году в тех краях началось возрождение веры, и великое множество горожан вступило в местные церковные общины. Это и побудило его задуматься о том, какая же церковь проповедует истинное учение, и, уединившись в роще, обратиться к Богу с молитвой о вразумлении. Это видение, заявляют мормоны, и есть момент зарождения их церкви. На него ссылаются мормоны-миссионеры в своих проповедях. На нем построена вся апологетика мормонизма. Насколько оно значимо для каждого мормона, можно судить по словам бывшего главы церкви, Хибера Гранта. Всякий, кто не признает Иосифа Смита пророком истинного живого Бога, не имеет права быть членом нашей церкви. В этом вся суть. Если той встречи с Богом и Иисусом Христом на самом деле не было, значит, здание мормонизма не имеет фундамента. Значит, наше учение ничего не стоит, оно ложно. Однако, судя по церковным архивам того времени, в 1820 году в Палмире не отмечалось того массового обращения людей к вере, на которое ссылается Иосиф Смит. Архив местной баптистской церкви, показанный на экране слева, содержит за весь год только шесть записей о новых членах общины. Это не очень согласуется с утверждением о великом множестве новообращенных. Возрождение религиозной жизни в Палмире действительно началось, но не в 1820 году, как уверял Смит, а лишь четыре года спустя. В 1824 году в одной только баптистской церкви число прихожан пополнили 94 человека. Об этом свидетельствует запись, которую вы видите справа. Есть и другие данные. Например, городская пресвятерианская церковь в этом же году зарегистрировала 99 новообращенных. А община, расположенных в округе методистских церквей, выросла на 208 человек. Совершенно очевидно, что Иосиф Смит сместил реальные события на четыре года назад, с тем, чтобы обосновать свой догмат первого видения. Таким образом, принятые мормонами версии о происхождении их церкви не только не находят подтверждения в истории, но и явно противоречит историческим фактам. Иосиф Смит утверждал, что после встречи с двумя божественными личностями, а точнее в 1823 году, он, ведомый ангелом, пришел на хоум Кумора. Там, всего в двух милях от дома, ему были показаны золотые листы, с нанесенным на них божественным писанием, более простым и более верным, чем Библия. Если верить Смиту, в 1827 году ангел Мароний, наконец, вручил ему золотые листы и обещал помощь свыше для перевода священных текстов с языка древнейших обитателей Америки. Но и здесь обнаруживается расхождение с историческими фактами. В то самое время, когда, по словам Смита, на него снизошло божье откровение о золотых листах и его пророческой миссии, он искал золото, занимался кладоискательством при помощи магического стекла. В судебном архиве содержится перечень дел, рассмотренных судьей Альбертом Нилли. Читаем. Те же, то есть жители штата Нью-Йорк, против Иосифа Смита, кладоискателя, 20 марта 1826 года. Суд признал подсудимого виновным в нарушении закона штата о бродяжничестве, хотя тот делал вид, будто ищет пропавшие сокровища. На суде выяснилось, что поиск кладов сопровождался исполнением оккультных ритуалов. Вглядываясь в вещий камень, положенный в шляпу, Смит окроплял землю кровью животных, чтобы снять заклятие, которое якобы охраняло сокровища. Бродяжничество грозило тюрьмой, но поскольку Смит еще не достиг полного совершеннолетия, его отпустили с условием, что он покинет пределы округа. Трение с законом побудили Иосифа отказаться от кладоискательства. Он объявил, что с помощью того же вещего камня обнаружил золотые листы и в течение следующих полутора лет, с 1828 по 1829 год, читая древние письмена, надиктовал книгу, которую назвал «Книга Мормона». Напечатана она была в 1830 году. Многое в ней заимствовано из английской Библии, переведенной в начале XVII века по указанию короля Якова. Более того, в ветхозаветной части книги Мормона содержатся цитаты из Нового Завета, написанного много веков спустя. Центральное место в книге занимает рассказ о потомках евреев, которые около 600 года до н.э. будто бы покинули Иерусалим и поселились в Америке. Там им, после своего воскресения, являлся Иисус Христос. Переселенцы разделились на две ветви – нефийцев и ломонийцев. Ломонийцы, затворимые ими беззаконие, были прокляты Богом, оттого у них потемнела кожа. Они враждовали с более праведными нефийцами. Уцелевшие в войнах нечестивые ломонийцы стали, по уверению Иосифа Смита, прародителями американских индейцев. Подобные идеи были весьма популярны в те времена. Автор книги «Исследования о евреях», опубликованной за пять лет до выхода книги Мормона, прямо говорит, что индейцы на самом деле – израильтяне, и приводят свои доводы. Вооруженные новой книгой Божьего Откровения, сторонники Смита в 1831 году двинулись на запад и осели в городе Кертленд, штат Огайо. Там они создали общину, где все материальные блага были в коллективной собственности. Там же, в Кертленде, они построили свой первый храм. Смит утверждал, что постоянно получает откровения от Бога. В Кертленде он решил собрать их в одну книгу. Первый раз она вышла в свет под заглавием «Книга заповедей». Мормоны тогда именовали себя Церковь Христа. Согласно книге Мормона, Церковь должна называться только так и никак иначе. Однако в 1834 году было принято новое название – «Церковь святых последних дней». Имя Христа было восстановлено в нем лишь четыре года спустя. После переименования 1834 года Смит заново издал свои откровения. Теперь на обложке стояло новое заглавие, сохранившееся до сего дня – «Учения и заветы». При переиздании многие первоначальные догматы Смита претерпели существенные изменения. Их привели в соответствие с более поздними идеями пророка. Впрочем, в самой книге об этом ни словом не упомянуто. В 1835 году в Кертленд приехала передвижная выставка. Среди экспонатов были четыре мумии и несколько фрагментов папируса с древнеегипетскими письменами. А так как египетские иероглифы никто в Америке еще не умел читать, Иосиф Смит, ничем не рискуя, объявил, что в одном из папирусов содержится подлинная рукопись Авраама. «Рисунок на папирусе передает тот момент», – утверждал Смит, – «когда нечестивый жрец собирается принести Авраама в жертву». Египтологам было давно известно, что рисунок на пресловутом папирусе изображал обычную для древнего Египта сцену погребения, и уж никак не Авраама, распростертого на алтаре. Убедительное разъяснение по этому поводу дала в 1912 году газета «Нью-Йорк Таймс». Но к тому времени папирусы, на которые ссылался Иосиф Смит, куда-то исчезли, что дало мормонам повод отвергать аргументы ученых. В 1967 году оригиналы вновь обнаружились. Современная расшифровка древнеегипетского текста, сопровождающего рисунок, не оставляет сомнений. Этот текст, принятый Смитом за книгу Авраама, на самом деле описывает процедуру погребения человека по имени Гор, умершего во времена Иисуса Христа. В правильном переводе надпись на папирусе представляет собой описание процесса бальзамирования. После того, как руки его будут возложены на сердце, и книга дыхания, созданная изис и имеющая записи внутри и снаружи, будет обернута в царское полотно и помещена под левую руку возле сердца, прочие пелены следует обвить поверх нее. Из этих начальных строк изобретательный ум Иосифа Смита вывел повествование о жизни Авраама в Халдее, занимающей десять страниц рукописи. Более того, Смит заполнил прорехи в папирусе бессмысленными значками, которые сам же и перевел. А вот как начинается тот же самый отрывок в периоде Иосифа Смита. «Находясь в земле Халдейской, в доме отца моего, я, Авраам, понял, что должен поселиться в другом месте». Несколько специалистов по древнеегипетским письменам, среди которых, кстати, были и мормоны, независимо друг от друга перевели текст папируса и сошлись во мнении, что он не имеет ни малейшего отношения к Аврааму. Теперь уже, несомненно, претензии Смита на понимание древней письменности силой божественного вдохновения были абсолютно ложными. Внезапный отъезд Иосифа Смита из Кёртленда был вызван в первую очередь неудачей его банковского предприятия. Сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что Смит пытался основать собственный сберегательный банк. Законодательные власти штата Огайо отказали ему в выдаче лицензий. В ответ на это он перепечатал банкноты, и вместо слова «банк» там теперь значилась антибанковская компания. Предприятие вскоре потерпело финансовый крах. В довершении всех бед среди членов церкви наметился раскол. Когда угроза ареста за незаконные банковские операции стала слишком реальной, Смит получил откровение двинуться на запад так быстро, как будет расстилаться пред вами путь. Следуя наставлению свыше, он покинул город той же ночью под покровом темноты. Иосиф Смит бежал в Фар-Вест, штат Миссури, где в то время была колония мормонов. Западные земли штата представляли для него особый интерес. Город Индепенденс виделся ему новым сионом, где соберется божий народ ожидать возвращения Христа. Однако планы рухнули, пророчества не сбылись. В 1833 году мормонов выдворили из Индепенденса, и им пришлось обосноваться в Фар-Вести, на северо-западе штата Миссури. В период непродолжительного, около двух лет пребывания в Индепенденс, мормоны начали выпускать свою первую газету. Она называлась «Вечерняя и утренняя звезда». В ней впервые были напечатаны многие откровения пророка Иосифа Смита, которые затем, в 1833 году, вошли в Книгу заповедей. Церковная жизнь была организована по принципу коммуны. Согласно одному из откровений, текст которого вы видите на экране, Господь повелел, чтобы каждый мормон посвятил церкви все свое имущество. Когда же стало ясно, что идея полного отчуждения собственности не срабатывает, это требование изъяли, и, в конце концов, Смит удовольствовался десятиной. Позже он решительно выступал против коммуны, как таковой, назвав ее «безумной затеей». «Я не был ее сторонником», — писал он. В Фар-Вести у Смита родился план строительства нового города, в котором он хотел возвести еще один храм. Но и на сей раз его мечты не осуществились. В 1839 году разгневанные жители Миссури изгнали мормонов из своего штата. Мормоны грозили начать войну на уничтожение, если кто попытается лишить их законных прав. И война действительно разразилась. Губернатор Миссури, в свою очередь, отдал приказ, в котором говорилось, что мормоны должны быть уничтожены или изгнаны за пределы штата, если это необходимо для общественного блага. Иосиф Смит со своей паствой вернулся в штат Иллинойс. Там церковь приобрела в собственность поселок Коммерс на берегу реки Миссисипи. Переименованный в Наву, поселок вскоре превратился в процветающий город с населением в 15 тысяч человек и великолепным храмом. Поскольку мормоны в Наву составляли довольно большую группу избирателей, обе политические партии, демократы и республиканцы, предоставили городу обширные льготы. Иосиф Смит был назначен генерал-лейтенантом собственной армии, легиона Наву. Он совмещал в одном лице должности мэра, председателя городского суда, регистратора сделок с недвижимостью, председателя церкви и несколько других ключевых постов в городе. В Наву Иосиф Смит стал пропагандировать свои новые и постоянно меняющиеся религиозные идеи. Такие, как многобожье и способность человека стать богом. Они публиковались в газете Times and Seasons. В качестве необходимого условия для достижения человеком состояния Бога, Иосиф учредил особые обряды – крещение за мертвых и брак на вечность. Для проведения обрядов потребовался храм, и он был построен. Ритуальные жесты и рукопожатия Смит позаимствовал у масонской ложи, членом которой был непродолжительное время. В этот же период он тайно разрабатывал учения о многоженстве и проводил его в жизнь. Тем временем наметился серьезный конфликт между Иосифом Смитом и Уильямом Лоу, занимавшим высокое положение в мормонской иерархии. В своей газете новый экспозитор Уильям Лоу разоблачил теорию и практику многоженства, разработанные Смитом. Сам Смит продолжал их публично отрицать. Пророк пришел в ярость и приказал уничтожить весь тираж газеты и саму типографию. Тем самым была нарушена одна из главных свобод, гарантированной американской конституцией – свобода печати. Оправдывая свои действия, Смит заявил, будто все обвинения газеты в его адрес ложны. Однако сегодня мормоны открыто признают, что Иосиф Смит действительно проповедовал именно то, о чем открыто писал экспозитор, а именно многобожие и многоженство. За свой произвол Смит был арестован и помещен в тюрьму в картридже, штат Иллинойс. 27 июня 1844 года толпа разъяренных горожан, входивших в общественные отряды по охране порядка, атаковала тюрьму. Смит успел застрелить троих нападавших, но сам был убит в перестрелке вместе со своим братом Хайрумом. После смерти Иосифа Смита многие претендовали на верховное руководство церковью, и, в конце концов, среди мормонов образовалось более ста обособленных групп. Таким образом, попытка Смита восстановить единственную истинную Божью церковь привела к дроблению ее на множество групп, каждая из которых провозгласила себя единственной истинной церковью. Хотя сам Иосиф Смит за несколько месяцев до гибели, по-видимому, благословил своего сына как преемника церковной власти, большинство мормонов последовали за этим человеком, его звали Бригем Янг. В церкви мормонов он состоял с самого ее основания, и к моменту гибели Смита стал апостолом и одной из ключевых фигур в церкви. Наву оставался центром движения мормонов еще около двух лет. Затем было принято решение двигаться дальше на запад, как и планировал Иосиф Смит. Мормоны пересекли центральную часть континента, Великие Равнины и Скалистые Горы. Многие не выдержали тягот пути и погибли. В долине Большого Соленого Озера мормоны основали поселение. Здесь получили свое развитие и были дополнены последние идеи Иосифа Смита. А главным делом поселенцев было строительство нового храма. Для совершения тайных обрядов в храм допускались лишь самые преданные. Те, кто дал клятву поддерживать руководство церкви деньгами и ценой собственной жизни. После того, как во главе мормонов стал Бригем Янг, церковная власть приобрела более деспотичный характер. Того, кто считался врагом мормонской империи, могли попросту убить. Однажды в долине Маунтин-Медоуз, в южной части Юты, появилась группа из 120 переселенцев, не принадлежавших к числу мормонов. Они направлялись в Калифорнию. Среди них были женщины и дети. Под видом индейцев мормоны напали на них и перебили всех. Этот позорный эпизод вошел в историю как резня в Маунтин-Медоуз. Из-за удаленности штата Юта, правительство США не могло оказывать сильного влияния на мормонов. Им ничто не мешало воплощать в жизнь свое учение о многоженстве. Однако оно встретило резкое осуждение в американском обществе, о чем свидетельствует эта карикатура, напечатанная после смерти Янга. На ней изображены все жены Янга, выстроившиеся в ряд. По некоторым сведениям, у Янга было 27 жен и 56 детей. Под руководством Бригема Янга началось превращение церкви мормонов в мощную финансовую империю. По достоверным оценкам, ежедневный доход церкви превышает 5 миллионов долларов. Один из основных источников этого дохода – значительные финансовые инвестиции по всему миру. Во многих странах мормоны построили свои храмы. По данным самой церкви, число ее членов уже достигло 9 миллионов и продолжает расти. Отчасти это объясняется стараниями тысяч добровольцев-миссионеров, цель которых – переманивать людей из различных христианских церквей мира в царство святых последних дней. Рассмотрим теперь основные догматы, которые проповедуют эти миссионеры. Современное мормонское учение о Боге было сформулировано незадолго до смерти Иосифа Смита в 1844 году. Смит высмеивал христианский догмат о Святой Троице такими словами. «Многие говорят, что есть только один Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Все это один Бог. А я говорю, что это очень странный Бог – три в одном и один в трех. При любопытное сочетании всех нужно втистать в одного Бога, если верить сектантам. И тогда получится самый большой Бог в мире, невероятно огромный, просто исполин какой-то или чудовище». Наряду с этим высказыванием, взятым из шестого тома «Истории церкви», существуют и другие подобные, отрицающие библейского Бога. Иосиф Смит учил, помимо прочего, что Бог был когда-то человеком и жил на другой планете. В одной из своих речей, опубликованных в мормонском издании «Сборник проповедей», том шестой, Смит утверждал, «Сам Бог был когда-то тем, что мы есть теперь. Он – прославленный человек, восседающий на небесном троне. Этот небесный человек, вступая в половую связь со своими женами, производил на свет духовных детей. Первым его духовным сыном был Иисус Христос, а вторым – Люцифер, превратившийся в сатану». Апостол Брюс Маконки в книге «Учения мормонов» разъясняет, что когда нужно было выбрать искупителя для этой земли, два могучих духа откликнулись на зов, предложив себя в Спасители. «Христос сказал тогда, вот я, пошли меня, я буду твоим сыном». Но Люцифер вознамерился помешать замыслу Отца и изменить предложенные условия спасения. «Смотри, вот я, – сказал он, – пошли меня, я буду твоим сыном». Отец сказал, пошлю первого. Люцифер пришел в ярость, утратил свое первоначальное состояние и восстал. И тогда, с третью небесного воинства, он был низвергнут на землю и стал сатаной с ангелами своими. Итак, нет сомнений, что в мормонском богословии Иисус и сатана – на самом деле духовные братья. Еще один центральный догмат об Иисусе Христе заключается в том, что он рожден не от Святого Духа. Бывший глава мормонов Иосиф Филдинг-Смит, однофамилец, основатель церкви, в книге «Учение о спасении», первый том, отмечает, «Христос был зачат Богом, он был рожден не без помощи человека, и этот человек был Бог». Такой вывод неизбежен для мормонов, поскольку они верят, что Отец, Сын и Святой Дух – это три разных Бога. Если физическая природа Иисуса Христа произошла от Святого Духа, получается, что Христос – Сын Святого Духа, но не Отца. Тем самым мормоны отрицают учения Библии и их собственные книги мормона о зачатии Иисуса Христа от Святого Духа. По их убеждению, физическое тело Спасителя родилось от связи Отца с Девой Марией. Мормоны проповедуют, что Третий Бог, Святой Дух, так же конечен, как Отец и Сын, и не может быть вездесущим. Брюс Макконки в книге «Учение мормонов» поясняет, Святой Дух есть третья ипостась божественной сущности. Он – олицетворение Духа, духовная личность, духовный человек, духовное существо. Он может находиться одновременно лишь в одном месте. Но если все эти божества не вездесущие, как же тогда им удается управлять своими творениями? Это достигается при посредстве безличной силы, называемой Божественный Дух. Не то же самое, что Святой Дух. В главе, посвященной этому понятию, Макконки пишет, «Дух, исходящий от божества, можно сравнить с электричеством, которое пронизывает землю и воздух, которое присутствует во всем. В Библии Святой Дух и Божественный Дух – лишь разные варианты передачи одного и того же библейского имени. Но мормоны превратили их в две различные сущности». Следующая цитата взята из символа веры, который находится в одной из священных книг мормонов – «Драгоценной жемчужине». Говоря о Библии как о Слове Божьем, мормоны однозначно заявляют, «Мы признаем Библию как Слово Божье, постольку, поскольку она правильно переведена». По сути, это означает, что Библия для них – менее авторитетный источник, чем мормонские книги. Книга Мормона, «Драгоценная жемчужина», «Учение и Заветы», которые вы видите на экране. Эти книги и Библия – вот четыре источника, на которые опирается мормонская церковь. Однако лишь последняя часть учений и заветов и отдельной части драгоценной жемчужины содержат положения, определяющие современные богословия мормонов. Догматы, изложенные в других, более ранних разделах этих книг, сильно отличаются от современных. Мормоны полностью исказили библейское учение о вере и делах. Из послания к римлянам, глава 3 стих 28, мы знаем, что человек оправдывается перед Богом своей личной верой, независимо от дел закона. В стихе 20 прямо говорится, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Но если мы внимательно прочитаем текст символа веры, то убедимся, что мормоны считают это библейское учение крайне вредным, называя его сектанской догмой, которая вела ко греху. С точки зрения мормонов, распятие Христа искупает лишь первородный грех Адама, поэтому каждый мормон должен сам заслужить себе спасение, выполняя все, что потребует от него церковь. Мормоны не только учат, что Бог был некогда человеком, который достиг божественного состояния, они настаивают, что вечная жизнь для всякого достойного мормона состоит в том, чтобы научиться, как стать Богом. В книге учения Иосифа Смита мы читаем, «И вот жизнь вечная, познать единого, мудрого и истинного Бога». И вы должны научиться, как самим стать богами. Своё учение о спасении мормоны наглядно представляют в виде такой схемы. Приходя из предземной жизни на землю, люди обретают физическое тело. После смерти каждый войдёт в одно из трёх небес, в зависимости от того, как он прожил земную жизнь, которая является испытанием. Верные мормоны и их верные жёны, с которыми они вступили в брак на вечность в храме, войдут в целестиальные царства. Те, кто ведёт праведную жизнь, хотя и не состоит в мормонской церкви и не соблюдает мормонских принципов, таких как отказ от кофе и табака, войдут в терестериальные царства. Наконец, низшее, целестиальное царство уготовано нечестивцам, употребляющим спиртное и виновным в других тяжких грехах, в том числе вероотступничестве и убийстве. Таким образом, согласно мормонской религии, ни одна душа не погибает, все люди обретают какую-то степень небесной славы. Во многом благодаря этому учению, идущему в разрез Библии, мормонизм приобрёл значительную популярность. Для того, чтобы помочь умершим обрести более высокую степень славы, мормоны установили особый обряд – крещение за мёртвых. Члены церкви крестятся погружением в купели, похожие на ванну. Такие купели имеются в мормонских храмах. Некоторые мормоны прошли через этот ритуал многократно, совершив его вместо сотен своих предков и умерших родственников. В храмах есть также специальное помещение, где супругов соединяют узами брака на вечность. Можно совершить обряд из-за умерших предков, тогда они наверняка удостоятся лучшей доли на небесах. Мормоны уделяют большое внимание исследованию своего родословного дерева, чтобы каждый мог совершить. Мормоны утверждают, что священство их церкви и все их обряды даны властью свыше, потому их образ мыслей неотделим от строгого подчинения ее учению и приказам. Как уже было сказано, Иосиф Смит, по его словам, молился в роще. Когда перед ним предстали две божественные личности, он обратился к ним с вопросом, какая церковь проповедует истину? Далее Иосиф Смит пишет, «Мне было сказано, что я не должен присоединяться ни к одной из них, так как все они неправильны, и лицо, обратившееся ко мне, сказало, что все их вероучения омерзительны в его очах, что все их проповедники извратились». Тем самым, божества дали понять Смиту, что Христова церковь полностью исчезла, и, по словам Смита, передали ему исключительную божественную власть возродить единственную истинную церковь. По окончательной версии рассказа Смита, эта власть зыждется на двух священствах. В 1829 году ему, якобы, явился Иоанн Креститель и восстановил Нише или Ааронова священство. Вскоре после этого на землю вернулись апостолы Петр, Иаков и Иоанн, чтобы восстановить высшее, мелхиседеково, священство. Нынешний глава Мормонской церкви, Гордон Битнер Хинкли, по его словам, владеет ключами всей священнической власти и руковарит паствой, получая откровения от самого Бога. Передача священства в Мормонской церкви происходит через рукоположение. Тем самым мормоны сохраняют преемственность, восходящую к священству, якобы полученному Иосифом Смитом от Иоанна Крестителя и от апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Однако в устройстве своей церкви мормоны путают роль пророка с ролью священника. Согласно Библии, только пророк, но не священник, может говорить с людьми от имени Бога. В свою очередь, священник приносит от людей жертвы Богу. Иисус Христос стал нашим великим первосвященником, принеся в жертву собственную жизнь ради полного искупления всех наших грехов. Мормоны же, хотя и претендует на священство, не приносят жертв. Более того, они умоляют спасительную силу Христовой жертвы, сводя искупление всего лишь к прощению первородного греха, которое лишь гарантирует воскресение всего человечества. Таким образом, мормонская идея о передаче божественной власти через священство совершенно не согласуется с Библией. Есть и другие факты, доказывающие, что священство мормонов противоречит Библии. Мормоны не принадлежат к тому колену, который имеет право на Ароново священство. Согласно Библии, это священство может быть передано только прямым потомкам Аарона. Большинство же нынешних мормонов считает себя потомками Ефрема и Монасии, а потому на Ароново священство претендовать никак не может. Кроме того, в наше время принятие этого священства вообще исключено. Как написано в послании к евреям 7.12.8.3.13, Ароново священство перестало действовать со смертью Христа. Наконец, мормоны неверно употребляют имя Мелхиседека, полагая, что его священство может быть передано человеку, живущему на земле. Глава 7 послания к евреям недвусмысленно говорит о том, что Иисус Христос единственный первосвященник по чину Мелхиседека. Один Он вознесся на небеса и творит молитву за нас. Как известно, этим священством может обладать только тот, кто обладает вечной жизнью. А это и есть наш воскресший Спаситель. Как сказано в Библии, послание к евреям 7.24, священство Иисуса неизменно и неприходящее. Следовательно, Его нельзя передать никому. И, наконец, даже ветхозаветное Ароново первосвященство могло принадлежать только одному лицу, причем пожизненно. А значит, Иисус и здесь единственный возможный преемник. Он один, наш истинный первосвященник на этом свете. Он один несет священство по чину Мелхиседека. Очевидно, что мормоны вовсе не обличены божественной властью. И не только потому, что их священство незаконно. Об отсутствии к ним Божьего благоволения говорят многочисленные ошибки в пророчествах, сделанных их руководителями. В Слове Божьем дано ясное наставление о том, как распознать пророка, не посланного им. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое Господь не говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. Но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. В той же главе Господь повелевает таких пророков предавать смерти. Руководители мормонской церкви многократно делали ложные пророчества. И это ясно показывает, что они не вещают от имени Бога. Якобы внимая откровение Иисуса Христа, в разделе 84-м учении заветов Смит сделал предсказание о городе Индепенденс, штат Миссури, назвав его Новым Иерусалимом. Который город будет построен у западных пределов штата Миссури, начиная с храмового двора, указанного перстом Божьим и освящен рукой Иосифа Смита-младшего и прочих, кому благоволил Господь, истинно сие есть слово Господне, что город Новый Иерусалим будет построен собранием святых, начиная с этого места, места храма, который будет воздигнут нынешним поколением. Кое-кто из мормонов ждал строительства пресловутого храма вплоть до 1935 года, когда могли еще оставаться в живых современники Иосифа Смита. Идеологи мормонизма, под словами нынешние поколения, подразумевали поколения, жившие в 1832 году, то есть в то время, когда было сделано пророчество. В 1864 году апостол Джордж Кеннон произнес проповедь, в которой заявил, цитируем по сборнику проповедей, том 10, «Близо к тот день, когда в центре Сиона будет воздвигнут храм, и Господь сказал, что слава его снизойдет на храм сей в этом поколении, поколении, при котором дано было пророчество 30 лет тому назад». Но то поколение давно ушло, и вместе с ним ушла надежда на исполнение пророчества. Место для храма в Эдипендес, как видим, по сей день пустует, и лишь небольшой памятный знак поставлен в углу. Иосиф Смит сделал другое важное пророчество, говоря о пришествии Господа, которое близко. Все свершится ровно через 56 лет. Известна дата пророчества, 1835 год. Это значит, что второе пришествие Христа должно было произойти не позже 1891 года. Откровение Смита записано в истории церкви том 2. Но в 1891 году Христос так и не появился, и это лишний раз подтверждает, что Смит не был истинным пророком Господа. В книге «Учения и заветы» в разделе 118 находим еще одно пророчество Смита. Оно касается человека по имени Оливер Грэнджер. Смит предсказывал, «И снова я говорю тебе, я помню раба моего Оливера Грэнджера. Вот, истинно я говорю о нем, что имя его будут свято чтить от поколения к поколению, во веки веков, говорит Господь». Но если сегодня мы спросим глав и старейшин мормонской церкви, кто такой Оливер Грэнджер, едва ли кто-нибудь вспомнит, и уж тем более никто не чтит свято его память. Впрочем, не все высказывания Иосифа Смита принимали форму пророчеств. Иногда они содержали необычные сведения, которые Смит будто бы получал как чудесные откровения от Бога. Пример таких откровений мы находим в личном дневнике Оливера Хантингтона, одного из первых мормонов. Он приводит слова Смита о том, что жители Луны меньше различаются между собой по росту, чем жители Земли. Рост их примерно 1 метр 80 сантиметров. По стилю одежды они похожи на квакеров, и мода у них довольно однообразна. Живут они очень долго, в среднем до тысячи лет. Это описание сделано Иосифом Провидцем, и он может увидеть все, о чем не попросит Небесного Отца во имя Иисуса Христа. Высадка американцев на Луну в 1969 году развенчала откровение Смита о лунных людях. Не только сам глава мормонской церкви, но и другие высокопоставленные мормоны пробовали силы в пророчествах и с тем же успехом. Вот, например, что предсказывал апостол Хибер Кимбал, сборник проповедей, том 5. Церковь и царство, которым мы принадлежим, станут царством нашего Бога и его Христа, и брат Бригем Янг будет президентом Соединенных Штатов. Однако, хотя Бригем Янг и возглавлял церковь в течение 30 лет, он, вопреки пророчеству, так и не был избран президентом США. Поскольку учение мормонов было творением человека, их священные книги неоднократно переписывались и переиздавались в измененном виде. Это еще одно свидетельство того, что мормоны не обличены божественной властью. Вначале Иосиф Смит проповедовал абсолютное единство отца и сына. Отец тоже, что сын, сын тоже, что отец. В первом издании книги Мормона, который вы видите слева, мы читаем «Да, Бог Вечный был осужден миром». Позже, когда Смит стал проводить различия между отцом и сыном, это место в книге Мормона изменили, и в последующих изданиях оно уже звучало так «Да, Сын Бога Вечного был осужден миром». Всего с момента выхода первого издания в книгу Мормона было внесено более четырех тысяч поправок. Ее продолжают исправлять по сей день, что видно по изданию 1981 года. Как явствует из книги Алмы, одной из частей книги Мормона, мормонизм начинался как монотеистическая религия. Откроем главу одиннадцатую. Зизром сказал ему, «Ты говоришь, что есть истины и живой Бог». Эмулек сказал, «Да, есть Бог истинный и живой». Тогда Зизром сказал, «Есть ли больше, чем один Бог?» И он ответил, «Нет». Тогда Зизром снова спросил его, «Как знаешь ты все это?» И он сказал, «Ангел открыл это мне». Итак, книга Мормона утверждает единобожие, ссылаясь на откровения, данные свыше. Впоследствии, однако, взгляды Иосифа Смита младшего изменились. Он писал, «Я буду проповедовать о многобожии. Именно для того я выбрал эту тему. Я хочу заявить, что всегда во всех приходах, где я говорил о Боге, я имел в виду множественность богов. Старейшины проповедуют многобожие уже 15 лет». Эта вывершка из книги «Учение пророка Иосифа Смита» ясно показывает, что всего за 15 лет, прошедших от написания книги Мормона в 1829 году до проповеди многобожия в Наву, штат Иллинойс в 1844 году, мормонизм из монотеистической религии превратился в политоистическую. Кроме того, ранний мормонизм провозглашает вечного Бога. В книге Мормона Моссе 3.5 сказано «Господь Сидержитель, царствующий и сущий от века и до века». Но позже Смит проповедовал нечто совсем иное. Бог представлялся нам и мыслился нами как сущий от вечности. Я опровергну эту идею и уберу завесу, чтобы вы могли увидеть». Цитата взята из учений пророка Иосифа Смита. Вполне очевидно, что автор противоречит собственным суждениям о вечной природе Бога, высказанном в книге Мормона. Исправления в догматах мормонизма не прекратились и после смерти его основателя Иосифа Смита. В одной из своих проповедей в 1852 году преемник Смита Бригем Янг заявил «Когда отец наш Адам пришел в Эдемский сад, он пришел в небесном теле и привел с собой Еву одну из своих жен. Он помог создать этот мир и порядок в нем. Он есть Архангел Михаил «Ветхи днями», о котором говорили и писали святые мужи. «Он наш отец и наш Бог и единственный Бог, с которым мы должны считаться». В этой проповеди, опубликованной в первом томе сборника проповедей, Бригем Янг ясно говорит, что Бог, сотворивший мир и всех его обитателей, никто иной, как Адам. 9 октября 1976 года пророк церкви Спенсер Кимбал объявил учение об Адаме Боге ересью. Он писал, «Мы предостерегаем вас от распространения учений, которые не согласуются с писаниями и которые якобы проповедовались руководителями церкви прошлых поколений. Такой является теория об Адаме Боге. Мы отвергаем эту теорию и надеемся, что каждый из вас будет проявлять бдительность в отношении этого и других подобных лжеучений». Долгие годы Мормонская церковь принципиально не допускала чернокожих к священству. Вот что сказал в своей проповеди в 1852 году Бригим Янг. «Скажем, мы призвали сюда первое председательство, 12, высший совет, епископат и всех старейшин Израиля и объявили, что будет правильным смешать наше семя с именем черной кайновой расы, что дети Кайна пойдут за нами и вместе с нами сподобятся всех тех благословений, которые даровал нам Господь. В тот самый день и час, когда мы это допустим, священство отнимется от нашей церкви и у нашего царства, и Бог предоставит нас своей судьбе. Едва мы согласимся смешаться с семенем кайновым, церковь будет обречена, на нас падет проклятие, наложенное на Кайна и его потомство. И покуда проклятие не будет снято, нас более не причислят к детям Адама и наследникам священства. Вопреки грозным предостережениям Янга, что церковь потеряет божественную власть, если в ней появятся чернокожие священники, 9 июня 1978 года мир узнал о новом откровении. Рукоположение чернокожих было признано допустимым. Преодоление господствовавших долгое время расовых предрассудков шаг правильный с нравственной точки зрения. Но решившись на это, Мормонская церковь фактически признала неправоту своих проповедников и апостолов, которые уверяли, что черный цвет кожи и священства несовместимы. Еще один поворот в богословии мормонизма привел церковь к многоженству. Книга Мормона недвусмысленно осуждает многоженство как явление богопротивное. В книге Иакова написано «Вот, истинно, Давид и Соломон имели много жен и наложниц, что было мне противно», речет Господь. Однако к 1843 году Иосиф Смит обнародовал другое откровение относительно многоженства. Как явствует из 1 стиха 132 главы учения и заветов, бог Мормонов изменил свое мнение по этому поводу. «Истинно, так говорит Господь тебе, раб мой Иосиф, поскольку ты хотел от руки моей знать и понимать, в чем я, Господь, оправдал рабов моих, Авраама, Исаака, Иакова, а также Моисея, Давида и Соломона, рабов моих, касательно учения, по которому они имели множество жен и наложниц». Здесь сам Бог говорит, что в Давиде и Соломоне оправдал то, что, согласно книге Мормона, есть явление богопротивное. Итак, мы видим, что мормонизм признает только одного Бога, но при этом проповедует многобожие. Бог Мормонов – Бог от вечности и в то же время не от вечности. У них есть Бог, который был Адамом, но есть и заявление о том, что это учение ложно. У них есть Бог, не любивший чернокожих, но есть и Бог, допустивший их к священству. Их Бог говорит, что многоженству мне противно, но этот же Бог его оправдывает. Мормонизм безнадежно увяз в противоречиях и бесконечных поправках к своим догматам. И это ясно указывает на его земную, чистую человеческую природу. Один христианский миссионер, проповедующий среди мормонов, так выразил их главную проблему. Если мы поверим книге мормона, нам придется отвергнуть сегодняшнюю мормонскую церковь. Если мы поверим сегодняшней церкви, мы должны отказаться от книги мормона. Зная об этих неразрешимых противоречиях, полезно узнать о методах, с помощью которых мормонам удается обращать людей в свою странную религию. Мормоны оказывают влияние на семью, предлагая помощь в налаживании семейных отношений. Церковь постоянно дает рекламные объявления по телевидению и в популярных журналах, таких, например, как Reader's Digest. Мормоны-миссионеры ходят от дома к дому, знакомятся с семьями и приглашают их участвовать в программах домашних семейных вечеров. Эти программы предполагают вечерние встречи семей, обычно по понедельникам. участники поют песни, читают стихи и святое писание. Затем устраиваются игры, а заканчивается вечер короткой проповедью. На первый взгляд все достаточно невинно, однако из пособия для миссионеров мы узнаем, что эти вечера лишь повод для повторного визита. Миссионеров наставляют, придя в эту семью в следующий раз, начните беседу на тему, которая вам кажется наиболее уместной для обращения их в нашу веру. Таким образом, вроде бы безобидные семейные вечера на самом деле создают основу для привлечения новых членов в царство мормонов. Информация для новичков умело излагается в иллюстрированных брошюрах и специальных беседах. Предлагаются вопросы, сама формулировка которых должна навести вас на нужный ответ. Например, миссионеры спрашивают, считаете ли вы, что Иосифу Смиту необходимо было получить благословение свыше, прежде чем создавать церковь во имя Господа? Ответить нет, все равно, что признать за каждым право создавать свою церковь во имя Господа. Ответить да, означает фактически согласиться с тем, что Иосиф Смит имел полномочия для восстановления церкви. Методика наводящих вопросов, имеющих целью закрепить ответы в памяти новичка, описывается все в том же пособии для миссионеров. Важно, чтобы ваш подопечный сам сформулировал как можно больше идей из числа ниже изложенных. Предлагаем схему диалога, который поможет подвести его к этим идеям или же, если он сам их выскажет, закрепить их у него в сознании. Так постепенно слушателя подводят к решению креститься в мормонской церкви. А теперь мы дадим некоторые рекомендации о том, как проповедовать мормонам Слово Божье. Мотивом вашей проповеди должна быть любовь. Мормоны сразу поймут, движет ли вами истинная любовь или просто желание выиграть спор. Всегда помните о том, что мормоны заблуждаются. Люди, незнакомые с учением мормонов, полагают, будто они тоже христиане. Обращаясь к мормону, мы должны сознавать, что и ему лично нужен Иисус Христос, как Господь и Спаситель. Познакомьтесь с мормонской литературой. Во многих случаях ее можно использовать для того, чтобы открыть мормону глаза на истину об Иисусе Христе. Мы ни в коем случае не можем считать книгу мормона Словом Божьим. Однако нужно учитывать, что в нее вошла значительная часть христианского Евангелия. Изучите те места, где говорится об истинном Боге, о его духовной природе и о том, что человек должен родиться духовно, чтобы избежать вечных мук. Приводя эти отрывки, разъясните мормону миссию Христа. При любой возможности подчеркивайте достоверность Библии. Мормонам внушали, что Библия во многих своих частях не заслуживает доверия. Наша задача не просто развеять заблуждения мормонов на сей счет, но и подвести их к пониманию того, что в Библии начертано истинное Слово Божье. Сделайте упор на то, что чувства бывают обманчивы. Беседы с мормоном о Слове Божьем очень важно прояснить, какая роль отводится чувствам. Спросите, что надежнее в поисках истины, Библия или субъективные ощущения? Этот вопрос нужно решить в самом начале беседы, поскольку чувство мормонизма основной критерий истины. То жжение в груди, о котором мормоны говорят как о свидетельстве истинности их учения, не более чем сильное ощущение своей правоты. Какие бы факты из Писания ему не приводили, всякий мормон засвидетельствует, что истина с ним, потому что он чувствует ее внутри себя. Проповедуйте со властью. Помните, что мормону придают исключительное значение власти и авторитету своей церкви. Мы же обладаем истинным авторитетом и источником божественной власти в лице Иисуса Христа. Как сказано в Евангелии от Иоанна 1.12 всем, кто принял его, дал он власть быть чадами Божьими. Такой всесильной власти у мормонов нет. Они даже не знают о ней. Сразу же дайте понять, что вы не нападаете на мормонов. Напомните, что наоборот мормонская церковь восстала против христианства. Напомните мормону рассказ Иосифа Смита о его первом видении, когда Бог повелел ему не вступать ни в одну из христианских церквей, потому что ни в одной из них нет правды. Мормоны полагают, что они одни обладают восстановленной истиной. Они бросили нам вызов, и мы отвечаем на него. При всякой возможности используйте мормонские первоисточники, чтобы преодолеть стереотипы в мышлении собеседника. Мы уже говорили, что существует множество несоответствий между самыми первыми книгами мормонов и их современными публикациями. На основе этих фактов легко показать шаткость фундамента, на котором строится все их учение, и тем самым подготовить почву для проповеди Божьей истины. Точные копии подлинных мормонских текстов имеются в тех христианских организациях, которые ведут специальные исследования по мормонской церкви и проповедуют Евангелие ее членам. Старайтесь не уходить от главной темы, не ставьте принципу, в каждой беседе затрагивайте лишь одну тему и не переходите к следующей, пока предыдущая не будет исчерпана. Сосредоточьтесь на том, что лично вы сможете лучше всего разъяснить мормону. Расскажите о том, как изменилась ваша жизнь, когда в нее вошел Христос, и о том, как смерть Христа искупила ваши грехи. Подкрепите свой рассказ словами Библии, тем самым вы докажете, что пережитое вами не сводится к одним ощущениям, а согласуется со священным писанием. В завершении беседы оставьте мормонам брошюры с выдержками из Евангелия, либо брошюры, составленные специально для мормонов. Попросите его прочесть эти материалы, держа открытой Библию. Напомните, то, что Христос сделал для вас, Он может сделать и сделает для вашего собеседника, если он только примет Христа как своего Господа и Спасителя. Напомните также, что будете молиться за Него, и потом непременно помолитесь. В настоящее время выходит все больше книг и других материалов, где мормонизм подвергается анализу с точки зрения Библии. В них также излагаются методы, позволяющие донести до мормонов истину о Христе. За более подробной информацией вы можете обратиться в Центр Апологетических Исследований и в организацию «Новая жизнь» в Москве. В Москве «Новая жизнь»